Всем привет! Вы на канале Клаудсити, меня зовут Вадим и я продолжаю вас знакомить с рассказами писательницы Нарине Абгарян из ее сборника «Люди, которые всегда со мной». Сегодня будет продолжение рассказа «Девочка» и части этого рассказа под названием «Ночь». Итак, давайте продолжим. Иногда мне снится один и тот же сон. Я уже выучил его наизусть, поэтому знаю, что будет сначала, а что потом. Я его ужасно боюсь, этого сна. Я когда он начинает мне сниться, принимаюсь плакать. Тихо, наверное, плачу, поэтому мама с папой не слышат меня. Но если бы услышали, прибежали бы и разбудили, и забрали к себе. От этого сна не помогает ничего. Ни разноглазый зайчик, ни книжка со сказками, ни кукла с бантом в волосах. Банта, правда, теперь у куклы уже нет, я его где-то потеряла и не могу найти. Сначала в этом сне все такое мирное и красивое, светит солнышко, дует ветер, над нашим дном проплывают облака. Тата возится с тестом, мама читает. На ней перебирает шерсть, я подхожу к ней, чтобы взять клочок шерсти и вижу, что руки у него в крови. И шерсть вся в крови. И тут я начинаю плакать, потому что знаю, что сейчас побегу к маме, а ноги будут мои подкашиваться, я буду падать и расстояние между нами, вместо того, чтобы укорачиваться, будет удлиняться. И добежать до мамы я не смогу. Я буду звать ее, но она меня не услышит. А книга в ее руках будет сочиться к крою. И та-то будет месить красное от крови тесто. Потом я резко оказываюсь в нашем саду, лежу на земле, спрятавшись за старую грушу, тихо всклипываю про себя. Знаю, шуметь нельзя, а то меня найдут. А если не шуметь, то, может, они не найдут меня, и тогда я выживу. Я чувствую резкий запах земли, острый, неприятный. Так пахнут большие лужи, когда долго не высыхают, гнилью и картофельной ямой. Потом раздается громкий треск. Я выглядываю из-за груши и вижу, как рушится наш дом. Поднимается большое облако пыли, и оттуда выныривает огромный туркий затик. Жук такой большой, что подпирает спиной небо. Он топчет наш дом своими тяжелыми лапами, и каждая его лапа, как большая гора. Он громкий, красный этот жук, а из глаз его валит черный дым. И я лежу за грушей, тихо скулю и жду, когда он придет и затопчет меня. Иногда, когда мы с мамой от ней и рядом совсем никого нет, она называет меня по имени. «Ниночка», — говорит она тихим голосом, аккуратно выговаривая каждую букву его имени так, будто всякий раз свыкается с ним. «Ниночка». Я разбираюсь ей на колени и обнимаюсь за шею. «Мамочка», — говорю я ей. «Мамочка». Она до сих пор не привыкла, что меня так зовут. Папа рассказывал, что дед хотел назвать меня в честь своей мамы, Серайнуиш, потому что я очень на нее похожа, но моя мама захотела по-другому. Она, наверное, думала, что если меня назвать Ниночкой, то сестре моей от это понравится. Думаю, сестра этому рада. Она живет где-то там, на небе, в маленьком домике из облаков, есть с утра до вечера конфеты, играет в игрушки и радуется тому, что меня назвали ее именем. И теперь нас двое. Она там, а я тут. Мне кажется, я повзрослела раньше, чем другие дети, потому что вокруг меня одни взрослые. У других детей есть сестры, братья. Когда рядом маленькие, ты тоже остаешься маленьким, а когда вокруг тебя только взрослые, то ты быстрее вырастаешь. Поэтому я такая. Снаружи ребенок, а внутри уже большая. Это папа мне рассказал о старшей сестре. Ну, то есть, как рассказал? Сначала я услышал их разговор. Мама снова плакала, а папа говорил ей, Вера, ну, сколько можно? Отпусти дочку. Отпусти. Я так испугалась, что он хочет отобрать меня у мамы, что потом целый день не разговаривала с ним. Он мне спрашивал, что с тобой, что? Я слова не могла сказать в ответ. А потом решилась. И говорю, папа, я слышала ваш разговор. Мама плакала, а ты говорил, отпусти дочку. Почему она должна меня отпускать? А папа у меня такой. Он всегда отвечает на вопросы. Никогда не скажет, как на ней или мама. Тебе это рано знать. Поэтому, когда я спросил, он ответил правду. Вот так и так, Ниночка. Ты не первая Ниночка в нашей семье. До тебя у нас была девочка. Она родилась больной и жила недолго и умерла. Но твоя мама до сих пор не может смириться с ее смертью. У меня от его слов сначала громко забилось сердце, а потом защипало в носу. Но я сдержалась, не стала плакать. Я спросил у папа, а что такое смириться? Он говорит это, когда что-то случается, тебе приходится дальше жить с этим. А ты смирился, спросила тогда я. У папы такие длинные ресницы, когда он опускает глаза, тень от них падает на щеки. И он опустил глаза, и щеки его сразу потемнели. И папа тихо сказал нет и обнял меня. И я почувствовал, как громко и быстро колотится его сердце. Так и сидели, обнявшись. И колотились друг от друга сердцами. И я думал об этом долго, вечером, перед тем, как уснуть, еще утром, когда проснулась. А потом, когда все сидели за столом и завтракали, я сделал как бы в кино. Взяла молоточек и постучала по столу. Тишина, говорю. Все рассмеялись. А я им сказала, я не хочу, чтобы вы меня называли по имени. Называйте меня девочкой. И никто уже не смеялся. А мама заплакала. И я ей сказала, мам, ты не плачь. Я побуду девочкой, пока ты не научишься смиряться. А потом обратно буду Ниночкой. Тата однажды сказала, пока живет имя, живет и человек. Получается, я живу за двоих. Получается? Так. Ну вот, это была последняя часть рассказа Нарины Абгарян. Девочка. Немного грустный. Всем огромное спасибо. Вы были на канале Клауд Сити. Зовут меня Вадим. Подписчикам отдельно спасибо. Кто еще не успел подписаться, пишите, подписывайтесь, пишите ваши комментарии, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, происходящих у меня на канале. Еще раз всем огромное спасибо и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok